я жена валеры так что говорил но я хотела бы рассказать о милости своей жизни но немножко засвидетельствовать о замужестве как я вышла замуж я никогда не была в центре я с детства верши мне родители веруши бабушка верши я всю жизнь любила бога я всю жизнь доверяла богу но как-то центровских парней как-то сюда сторонилась они для меня как-то я считала что они ну недостойны меня как-то вот так вот к ним доверия было ну ноль как-то так как-то сталкивалась пару раз этими парнями они мне как-то доверия никакого но бог я у бога всегда просила господи дай мне мужа по сердцу надо мне там красавчика богатого там с машиной с домом с квартирой а то что был мне по сердцу и бог чудесным образом очень чудесным образом познакомил нас с валерой когда я узнала что он центровский я долго смирялась я ох не могла смириться я никак не могла смириться но внутри понимала что этот бога что-то мне бог для него приготовил потому что я в жизни своей не сначала такого человека никогда что так сильно меня любил и как-то перед новым годом мне такая была тревога внутри что все подруги мои выходят замуж детей рожают мама смеси смеется а ты хоть своих подруг уже не путаешь я урпа друг то не путай гора детей то не помню имена всех и как-то перед но вот такая тоска мне взяла что вообще и вижу я какой-то такой вот сон такой интересный как будто я в таком помещении но чуть-чуть больше этого и такой как бы мрак в этом помещении но людей я вижу я могу разлить это женщина или это мужчина и как-то так интересно все так вдоль стеночки и парни подходят ходят туда сюда а сестры стоят вдоль стенки а юр господи а что это а бог говорит а это парни выбирают себе жену я смотрю думаю ко мне никто не идет домой ладно я подожду потом такая тишина как бы они предлагали соглашались они уходили с этого зала потом такая раз пауза юр господи а это что но это уже парни выбрали себе жену это внутри огорчилась думаю господи но у меня никто не выбрал а тут опять движение уже сестры начали выбирать себе мужей а я господи а это что а бог говорит а это сестры выбирают себе мужей а я сыне боже я не пойду выбирать я себе как выберу федору я не знаю куда его потом деть а сестра так вот выбирает выбирать его уходят и такая пауза я рубежа это что но это же сестры выбрали себе мужей и ранее боже я не буду я буду ждать тогда когда ты не пошли скажешь год два три четыре ждать я буду все это время ждать но я не пойду выбирать себе мужа поворачиваюсь подруг моих уже нет они уже выбрали себе мужей а то стоит ну брать из нашей церкви а юру парню чё вы сеньку вы не выбрали они смеются не было достойных мы все смеем стоим смеемся тут подходит ко мне парень один такой ну как валера мы ростом чуть-чуть выше меня такой говорит ли да ты свободна а я такая свободна он а ты будешь со мной как внутри такая тревога и смешно и что думаю господи да я его первый раз вижу а я буду с ним а я рука тебя зовут егор и все и я проснулась ну вот это вот такое вот сон и когда он мне позвонила его звали валера думала 1 валера так валера мишки горна да и все через три дня я думаю я спрошу него фамилию имя и отчество пробью по интернету везде чем он живет чем он увлекается что он любит а говорю ну как себя фамилию егоров валерий петрович и я понял что я короче попала но я понимал что он мне каждый день звонил каждый день я понимала что ну дружба наша все больше и больше проникает мое сердце и сердце мое тает и я начал дела пост три дня тогда помню и на второй день я вижу сон тоже бог не говорит приехала фура с благословением наш город я думаю почему с благословением почему не с благотворительностью а таким большими буквами снова благословение потом это фура растент растентованная стала и там очень много всяких картошки морковки лука все в мешках все в коробках консервы там очень много чего было на этой фуре я так смотрю на эту фуру сбоку а наши верующие на таких хороших машинах подъезжают грузят себе полной машины я думаю совести у вас нету оставили бы людям которые ну бедные которые нуждались если на меня люда ты чего не берешь юрда мне ничего не надо говорю мне все есть и все машины подъезжает все это в машину грузят а я сейчас стою они мне все люди почему ты ничего не берешь до меня все есть этот мужчина этой фуры который все это раздавал поворачивается комиски строгим голосами говорит люда почему ты отказываешься своей жизни от благословения тебя хотят благословить а ты сама от него отказываешься я буду доказаве так испугалась но благословение это действительно в жизни если потерять благословение мы понимаем верующие люди что это очень плохо когда дух святой отходят тебя то очень плохо ну давайте начал мне давать это благословение это благословение уже выше меня я стою думаю благословение как метод домой занести это как поворачиваяся фуры уже нет я проснулась и я поняла что действительно бог хочет меня благословить через этого человека а я сама же своими руками хочу отказаться ну за все это время я еще не пожалела что я за не вышла за него замуж слава богу что центровские люди даже может даже больше верующие чем мы которые с детства верующие которые всю жизнь проходили в церковь не может даже больше веры может даже они больше искренне к богу относятся более искренне молятся богу чем и которые такая закорененные уже такие вот вот так вот моей жизни произошло как я вышла замуж 2010 году я поехала на море отдыхать и когда нырнула воду мне лопнула барабанная перепонка принципе она должна сама восстанавливаться это барабанная перепонка но мне было очень плохо не было температура у меня когда я разговаривала сама себя глушила как бы такую колонку большой поставили возле уха и видеть отзывок не шел вне в ухо я к врачам начала ходить всем тем кто то посоветовал говорит есть в минск я приехала в минск они сказали что ваша взлопнула барабанная перепонка и она не зажила сама и вам нужно делать операцию в одиннадцатом году мне сделали операцию неуспешно в двенадцатом году не сделали операцию неуспешно барабанная перепонка она не сама, она не имеет ни капилляров, ни вен, ничего. И она хочет проживаться, а хочет не проживаться. И вот эти хрящики, которые налаживали на барабанную перепонку, они не проживались. Потом в 13-м году мне сделали операцию третью, тоже неуспешно, но уже я сама себя не глушила, я все слышу, хорошо все. И как-то, ну, одна операция, вторая операция, третья, ну, как должно, что надо эти операции делать, да и все, молилась, Боже, благослови руки врачей. Но я никогда не задумывалась, я никогда не обращала внимания, какие люди в этих больницах. И когда я проходила комиссию где-то, может, в 14-м году или в 15-м, и когда все как-то быстро проходят лор-врача, а я зашла к лор-врачу, я, может, у нее полчаса там была. Она меня гоняла по всему кабинету, сядь туда, сядь сюда, закрой правое ухо, закрой левое ухо, закрой правое ухо. Я думаю, ну, что она от меня хочет? Ну, я все слышу. Она потом как заорет на весь кабинет, да зачем ты меня обманываешь? Ты должна быть абсолютно глухая после этих операций? Я говорю, да я вас не обманываю, я все слышу. Хотите, сами закройте мне правое ухо, все левым ухом я слышу. И когда я уже вышла с кабинета, я начала понимать, начала вспоминать, какие люди были в больнице, что после операции с ними происходило, что многие люди действительно оказались глухими, а мне сделали три операции на левое ухо, и я осталась слышащей. И каждый раз, когда я прохожу какую-либо комиссию, заходя в лорк и бигет, у меня один и тот же вопрос, а вы слышите? Я уже слышу. И каждый раз меня гоняют, садитесь, да, сядьте сюда, закройте это ухо. И вот такая вот милость в моей жизни, что я слышу и хорошо слышу. Ну, может, процентов 15 я потеряла только слуха, а все остальное у меня осталось по Божьей милости. И как важно в нашей жизни молиться и доверять Богу все. Все в Божьих руках, в нашей всей жизни. Еще я хочу сказать, такое свидетельство моей жизни. Потом где-то, может, в 17-м или 16-м году, как-то мы поехали в поездку одной, и мне было такое слово, интересно, всем как-то было хорошее слово через пророка, а мне было такое слово. Ибо скоро увидишь смерть своими глазами. И если ты не боишься, не устрашишься, то будет явлена к тебе милость. И ты будешь всем говорить о милости, совершенной в твоей жизни. И вот этим вот словом я жила год, два, три. У меня постоянно тревога была в сердце. Сажусь в машину, Господи, благослови, дай, чтобы эти люди не пострадали из-за меня. Садилась в самолет, Господи, благослови, чтобы не пострадали люди из-за меня. И вот такой вот страх какой-то у меня был, что я скоро увижу смерть. Я много свидетельств переслушала, там, где люди говорили, смерть своими глазами. И как-то, и все молилась, молилась. И как мне было все время страшно. Машина быстрее едет, а у меня уже тревога внутри. Все, я уже молюсь, я уже готовлюсь в небо. Как-то вот так. И даже я и не заметила, как я заболела. Ну, заболела, я молодая, я выздоровею. А с каждым разом мне все хуже, с каждым днем хуже. Капельницы ставят, а мне хуже. Я даже об этом слове, я вообще забыла, что у меня такое даже есть слово. И был действительно такой момент, когда действительно я лежала возле окна, возле неба красивое было тогда ночью. Я не могла дождаться ночи, чтобы я могла спокойно помолиться и плакать перед Богом, потому что днем мне было плохо, вокруг были люди, и они за тобой наблюдают хорошо, что ты баптистка, как ты будешь себя вести. И мне так уже вообще плохо было. Кому ты скажешь? Никому ничего не скажешь. Лежишь ты и все в больнице. И я начала молиться, потом начала петь на иных языках. И я уже не могла даже сдерживать себя внутри этой песни на иных языках. Говорю, Господи, я больше не буду петь, потому что, ну, люди, людей разбужно, начну петь в голос. Иисус тогда пришел в мою палату. И я так поняла внутри, что я буду жить. И когда немножко прошло времени, и как-то в течение, наверное, двух недель я попала на три молитвы, и через трех сосудов мне было слово. Я продлинил дни жизни твоей, и ты будешь жить. Сестре своей звоню, говорю, слушай, какое-то странное слово. Когда мне будут дни продлини? Она говорит, а ты не помнишь, как ты завещание написал? Как тебе было плохо в больнице? И я когда начала вспоминать, то время, которое у меня было в больнице, как мне было плохо, действительно, и завещание писала, и все писала, кто должен, что должен. И вот так вот. Но немножко пропустила, когда я все время плакала перед Богом, просила Господи, ну, помилуй, чтобы это время прошло, чтобы этого не было. И как-то пришло понимание внутри, что надо не так молиться. Надо молиться, Господи, если ты определил в моей жизни вот это пройти, то дай мне пройти так, чтобы я действительно не убоялась, чтобы я не устрашилась, подготовь мое сердце. Я где-то год так молилась, на сердце была такая радость, думаю, почему раньше было не молиться так. Ну, прошло это время, когда действительно увидела смерть своими глазами. Ну, не так сильно страшно умирать, когда знаешь, кому ты идешь. И во славу Богу, я хочу еще спеть песню. Если силы нету и устал в пути, в Боге есть надежда, лишь к Нему иди, на Него всем сердцем будешь уповать. Даст Он сил терпенья, мир и благодать. Ты мне защита, в Тебе уверен я, и земля пусть даже не даст плода. Если даже с неба дожди не будут лить, как Илью меня будешь всегда хранить. Всех, кто каждый день Господу стремится, в хлебе и воде не будет Он нуждаться, кто к Нему в молитве взор свой подымает. Жизнь того обильна, Он благословляет. Ты мне защита, в Тебе уверен я, и земля пусть даже не даст плода. Если даже с неба дожди не будут лить, как Илью меня будешь всегда хранить. Посмотри вокруг, птицы как летают в высоте небес. Путь свой устремляют, им Господь дает, пищу посылает, и тебя Он день за днем оберегает. Ты мне защита, в Тебе уверен я, и земля пусть даже не даст плода. Если даже с неба дожди не будут лить, как Илью меня будешь всегда хранить. Слава Богу. Слава Богу.